Добрый день дорогие друзья! Сегодня продолжение нашего сериала под названием Обзоры прицеп дач. Сегодня мы представим новый прицеп Бюстнер премио. Это модификация 395 ТС с большой кроватью в передней части прицепы. Место обеденное, которое тоже может быть использовано как спальное. Классный прицеп, очень высокий клиренс. 22-й год по выпуску и по ПТС. Большой холодильник, бойлер Трума электрический, проточный, душевая леечка, комбинированный санузел. Прицеп, повторюсь, очень с высоким клиренсом. Безусловно, очень хорошо катится Юра, очень понравилось. Здесь 13-ти пиновый разъем, алковская сцепная головка, тормоз накатного типа. Здесь все это, безусловно, есть. Все новенькое. Прицепчик классный. Очень классное решение, которое мне нравится в этих прицепах, это рифленка в багажнике внизу. Вот здесь она идет с пропилами, то есть все как положено. Два газовых баллона здесь возможны. К установке редуктор, безусловно, европейский. Ничего здесь, никаких шлангов, взамен ничего не нужно, только купить баллоны. Вот такой вот прицепчик. Он абсолютно новый. Закладная для тента палатки в этих прицепах, как правило, только со стороны входа. Туалет Тедфорд у нас. Так, почему же его закрыли? Где же его ключи? Ладно. Там идет бачок общий. Он питается у большого бака, которым оснащен данный прицеп. Такой красивый он. Очень, зараза, красивый этот прицеп. Так, в данном случае есть еще кантик для закладки и со стороны обратной отхода. То есть здесь может быть и маркиза, и палатка, все что угодно. Плюс расширители есть для того, чтобы сюда поставить завесу вниз. Колеса видят тоже огромные. Что у нас тут стоит? 185R14C с амортизатором, подвеской, кстати. Здесь у нас заливная горловина бака для воды. Он находится под одним из диванов. И я хочу сказать, что кровать, которая расположена в передней части, она очень-очень высоко. То есть у нас даже по высоте вот этого, кстати, он открыт по высоте. Можем посмотреть, насколько здесь просто куча места. Вот такой вот проем, промуга. Скажу честно, можно сюда пьяных друзей ползком грузить. Ну и в переднюю часть прицепа их везти при необходимости. Шучу, конечно, никого нельзя возить здесь. Давайте посмотрим на него внутри. Пол с линолеумом. Включим свет. У Юрки 13 пинов, и он хвастается всегда этим. Вот такая кроватка. Доборы для организации спального места в задней части прицепа. Я специально открыл книжечку с данной модификацией, чтобы мы могли видеть всяческие размеры. Вот они, кстати, размеры есть. Вот заднее у нас спальное место. Метр девяносто четыре, сто тридцать четыре. И скос на сто четырнадцать, как французская. Вот он в разобранном состоянии. И передняя метр пятьдесят восемь на два десять. То есть, фактически, людям даже с ростом больше двух метров будет здесь очень-очень комфортно. То есть, еще раз, вот она планировка на, скажем так, на плане. И вот она, фактическое ее воплощение. То есть, два есть люка у нас Aero 50-х в передней части салона. Большой панорамный люк есть в зоне обеденно-спальной, так назовем его. Кухня включает в себя вот такую поверхность из нержавеющей стали. Три комфорочки. Даже через Юрин 13 контактный подключение даже работает. Езоподжиг. Три комфорочки. Раковина для умывания. Еще замечательно отрабатывает. Насосы, кнопки в данном случае. Также очень большие ящики. Даже они с доводчиком. Вот такие вот огромные. Вот это должно быть поменьше глубиной. Да, он поменьше, потому что там уже внизу арочка идет. Колесная. Все фиксируется. Напротив у нас вот такой вот Тетфорд на 140 литров с увеличивающейся морозильной зоной. То есть работа от электричества, работа от газа и 12 вольт по 13-пиновому разъему. Вещевой шкаф также у нас напротив. Даже свет включается. Открыли дверь, включился свет. Где этот концевик? Интересно. Но все работает. Блок на 12 вольт Дометиковский стоит. Это, я так понимаю, просто разводочка 220 вольт. Входящий автомат. Отопитель Трума, газовая часть и часть Трума Вент. По всему периметру есть рукава раздува. То есть прицеп топится достаточно уверенно. Здесь он идет с автоматической пьезой, которая сразу же затрещала. Все как положено. Бак находится для воды под этим диваном. Вот он, огромный. Из этого же бака используется и вода для умывания, и вода для санузла. Здесь у нас пластиковый поддон. Мы видим раздув. Унитаз Тетфорд, как я уже сказал. Леечка душевая есть. Она телескопическая. Вот она. И, конечно же, занавесочка для того, чтобы не лить на унитаз. Здесь все компактно, но в комплектации все добавлено. Прекрасное решение, я считаю. То есть можно и использовать душик, можно использовать горячую воду. Ну, все по, скажем так, европейским канонам и правилам. Все в таких строгих чертах. И все безусловно. Сейчас это прямо какая-то фишка. Комбинировать белый мат и вставочки из и под дерево, как это правильно назвать. Опять же, опционально установлена москитка на весь, на всю ширину и на весь, скажем так, дверной проем. Тоже очень хорошее решение. Датчик дыма обязательно по правилам. Все окна у нас оснащены москитными и фольгированными шторами. Плюс интерьерные тюли и вот такие вот тоже шторки. Ну, здесь, повторюсь, и москитка есть, и есть фольга. Вот она может притенить немножечко. Ну, классный прицеп для двоих, для четверых, кому как нравится. То есть, здесь очень большая кровать в передней части. Все-таки сделаем на этом акцент. Хороший бокс под кроватью. Так, тут у нас возможно продолжение столешницы. Классно, что сделано все. Вот такие, даже внутри ящиков, вот такое ДВП. Оно вытянено тоже, кстати, белое. И в зоне кухни такие молочко. Кофе с молочком сделано. Очень красиво выглядит все это. Большие глубокие уголки у нас. Такие для хранения вещей. Ну, вообще, на самом деле, вот это решение по поводу поперечной вот этой кровати с таким добором, очень для многих будет реально актуально. Потому что люди с большим ростом привыкли довольствоваться. Метр девяносто пять обычно кроватью не больше. Здесь уже, скажем, совершенно другой коленкор. Давайте подытожим. Это у нас Гюстнер Премио 3.9.5. Вот, кстати, его наружные размеры. 2.64, модуль 519,6,5 метров. Длина полностью с дышлом, с цепной головкой. 22-й год выпуска. Стоимость 2 миллиона 632 тысячи рублей. Прицеп в наличии у нас на площадке. Красиво выглядит и вкусно пахнет. Смотрите нас на нашем канале на Ютубе. Смотрите у Юрия в Инстаграме. Он первым выкладывает все эти игрушки и классные вещи. Ну и, конечно же, на нашем сайте авточуиспусков.ру наличие, информация о ценах. Все актуально, что забронировано, что еще в свободной продаже. Благодарю вас за ваши комментарии. за ваши просмотры, до новых обзоров и встреч у нас на площадке.